В ночь на 6 мая 1916 года часовой британского гарнизона на берегу Тигра был застигнут врасплох суровыми всадниками в необычной форме. «Турки» испуганно выдавил из себя часовой. «Русские», – сдержанно ответил предводитель всадников. «Но это невозможно», – еще более растерявшись пролепетал англичанин. «В казачьем словаре такого слова не существует», – последовал ответ. К 1916 году фронты русской армии были сосредоточены от Балтики до Персидского залива. Преследуя цель вытеснить германо-турецкие войска с территории Персии и Месопотамии, ныне Ирана, Ирака и Сирии, русское командование сформировало экспедиционный казачий корпус. На март 1916 года корпус составляли 516 офицеров, 10 748 казачьих шашек, 9 350 штыков пехоты, около 18 000 лошадей, 17 орудий, 37 пулеметов, 118 автомобилей, 4 мотоциклета и 3 искровых станции, обеспечивающих беспроводную связь. Такому значительному корпусу был необходим опытный командующий. Требовался очень грамотный, волевой, знающий восток генерал. И со слов Юденича такой генерал нашелся. Это был генерал от кавалерии Баратов Николай Николаевич. Это был командир суворовского типа. Смелый, без оглядки и в то же время рассудительный. Быстрый в маневре и ошеломляющий внезапностью атаки. Бойцов он любил как собственных детей. И казаки отвечали ему тем же, между собой называя «наш» и «батя», задорно распевая. Наш Баратов бодр и весел, Всех победе он ведет. Что ж, казак, ты нас повесил, Эх, веселей, гляди вперед. Что ж, казак, ты нас повесил, Эх, веселей, гляди вперед. Ну, существует такая легенда, которая относит как раз к Николаю Николаевичу Баратову. На каком-то перу, в каком-то застолье два брата, два князя Бараташвили. Они как-то из-за чего-то поспорили. И в споре один другого ударил кинжалом и должен был бежать, соответственно, через Терек в Россию и попал к казакам, оказачился, воевал, стал офицером. Потом у него родился сын. И потом уже у этого сына родился сын. И это вот был Николай Николаевич Баратов, в будущем прославленный генерал от кавалерии. 29 октября 1915 года Баратов вступил в Казвин, а через 10 дней началась русская наступательная операция. 3 декабря 1915 года русские взяли древнюю столицу Персии – Хамадан. Далее последовал захват Кума и Керманшаха, в результате чего Иран оказался отрезанным от турецкой Месопотамии, и русский экспедиционный казачий корпус поставил страну под контроль держа фонтанты. На фоне этих побед русское влияние в азиатском регионе стало резко возрастать, что раздражало и неприятеля, и союзников, в первую очередь англичан. Британцы считали Персию и Месопотамию зонами единолично собственных интересов. Из шифровки генерала Алексеева. В декабре прошлого года я обратился к министру иностранных дел письмом о желательности установления связи в действиях русских и английских войск и образование общего русско-английского фронта Хамадан или Керманшах, Буруджирт или Хоримабад, дабы создать надежный барьер для попыток проникновения немцев и турок в Афганистан и Индию. Но англичане очень уж не хотели запускать русских в богатой нефтью и хлопком Багдад. Уверенное в собственной непогрешимости британское командование повело двойную игру и принялось чинить препятствия русским силам. После долгих переговоров генерал Алексеев докладывал. Из шифровки генерала Алексеева. Таким образом, союзники наши, в особенности англичане, относятся, по-видимому, скорее отрицательно к вопросу о высадке десанта на Малоазиатском побережье для совместных с Кавказской армией операций. Но русский штаб Верховного главнокомандующего еще надеялся на благоразумие союзников. Поэтому принял решение установить живую связь с британскими войсками и вынудить их к совместным действиям. В 1915 году англичанам удалось остановить турецкое наступление на Египет. Окруленные этим успехом, британские войска под командованием генерала Тауншеда решили двинуться на Эль-Кут с прицелом на Багдад. Ожесточенные бои привели к тяжелым потерям с обеих сторон и отступлению британцев. В ходе этой операции британские войска потеряли 4600 человек убитыми. Отступили к Эль-Куту и укрылись в крепости. К началу декабря османским войскам удалось окружить город и взять его в осаду. С января по март 1916 года британцы предпринимали ряд попыток деблокировать Эль-Кут. Однако все эти попытки окончились неудачей. И тогда было решено обратиться за помощью к русскому экспедиционному корпусу генерала Баратов. Помимо этого, начальник штаба верховного главнокомандующего генерал Михаил Васильевич Алексеев предложил союзникам объединить фронт, что спасло бы британские силы от разгрома в Месопотамии и облегчало поход на Багдад и Турцию. Вот телеграмма, которую Николай Николаевич отправил в штаб Кавказской армии. Тифлис. Начальнику штаба Кавказской армии. «Признавая для нас важное значение при настоящей обстановке по направлению Зарбатия-Карманшак, выдвигаю завтра утром разведывательную сотню уманцев под командный высокодоблестного офицера сотника Гамалия. Дал задачи осветить это направление и попытаться войти в связь с английскими войсками, о чем поставил в известность генерал Лейко. Подпись – генерал-лейтенант Баратов». Узнав о том, что на соединении с английскими войсками направлено сотня кубанских казаков, британцы считали эту операцию не только невозможной, но и самоубийственной. А нужно было определить расстояние почти в 400 верт, пройти по территории, которую контролировали турецкие войска, которую населяли враждебные племена Луров и Курдов. Сами казаки вынуждены были идти на контакты с местным населением, потому что нужно было делать запасы продовольствия для личного состава, фураж для лошадей, вода нужно было обеспечить. Все это позволяло противнику отслеживать движение этой сотни. Практически сотня пошла на верную гибель и смерть. Но русское командование считало иначе. Генерал Баратов не был сумасшедшим и прежде всего исходил из того, что прекрасно знал возможности казаков-уманцев. Если говорить о корнях кубанского казачества, то нам необходимо обратиться к запорожскому казачеству, потому что кубанское казачество в основе своей формировалось на базе запорожцев. Во времена русско-турецкой войны Потемкин, как главнокомандующий русскими войсками, привлек казаков к участию в войне с толками, понимая, что это очень организованная, дисциплинированная и боеспособная часть населения. И по просьбе Головатовой Чепиги и матамана Белого, Екатерина подарила земли казакам, при условии, что они будут нести пограничную службу и осваивать эти территории. Это была внушительная сила. Численность населения войска обоих полов составляла 100 тысяч человек. Из них боевой состав достигал 10 тысяч и состоял из 25 сотенных полков. В 1787 году было сформировано Екатеринославское казачье войско. В состав его вошли жители украинской кордонной черты, крестьяне-однодворцы Чугуева, Умани и даже крепостные поселений Потемкино. Всех их верстали казаками. Часть этих казаков переселили на Кубань, а в 1803 году из упраздненного Екатеринославского войска был сформирован Кавказский казачий полк. Историческая справка. В 1861 году полк получил название 10-й полк Кубанского войска. А 24 мая 1894 года полк в первой очереди назвали первым Уманским полком Кубанского казачьего войска. 24 августа 1906 года полк получил свое окончательное название 1-й Уманский бригадира головатого полка Кубанского казачьего войска. Полк имел георгиевское полковое знамя, 12 георгиевских серебряных труб, знаки отличия на головных руках. Командование секретным рейдом было поручено сотнику Василию Даниловичу Гамалию. Выходец из простой казачьей семьи, станицы Переиславской Кубанского казачьего войска. По семейному преданию, дед его, Осип Гамалий, бежал на Кубани с Запорожья. Отец, Данила Осипович, стал зажиточным казаком и дал сыну домашнее образование. В 1906 году юный Василий поступил на службу рядовым казаком в 1-й Черноморский казачий полк Кубанского казачьего войска, где дослужился до младшего урядника. Со второй попытки в 1911 году закончил Оренбургское казачье училище. За два года войны проявил себя толковым, бесстрашным командиром и был назначен сотником первой сотни 1-го Уманского бригадира головатого полка Кубанского казачьего войска. Под стать Гамалию были и другие офицеры сотни. Харун же Павел Перекотий, прапорщик Гордей Денисенко и прапорщик Александр Луговской. У Перекотия 4 боевых ордена, у Денисенко 3 георгиевских креста. И еще один офицер, значащийся в документах, как персидской казачьей бригады шаха сотник Ахмед Хан, был прикомандирован в отряд Гамалия переводчиком. Перед отправкой в поход казаков благословил отец Алариона Краперидзе, священник 1-го Уманского полка Кубанского казачьего войска, протерей грузинской апархии, весьма уважаемый в полку человек и духовник. Для казаков было важно исполнение заповеди Христовой. Нет больше той любви, если кто душу свою положит за други своя. Казаки были воинами, казаки были добрыми христианами, и всякое дело начинали с благословения Божия. 27 апреля 1916 года в рейд отправилась сотня во главе с Василием Данищем Гамалием, в составе которой было 107 человек казаков, 5 офицеров, 125 лошадей. И для осуществления этой операции командиру сотни было выделено 50 тысяч рублей золота. В то время в Персии и Месопотамии ходили османские лиры и персидские краны, туманы и динары. А в архивах сохранились сведения о денежных выплатах русским агентам, которые обычно составляли несколько десятков рублей. Так что такая крупная сумма говорит о том, какое огромное значение имел рейд сотни Гамалия для русского командования. Как говорил в известном фильме товарищ Сухов, в Восток дело тонкое, и Гамалию предстояло выполнить тончайшую и необычайно сложную задачу. Ему надлежало пройти сотни по территориям, населенным местными племенами курдов и луров, где еще недавно громко звучали призывы к священной войне с неверными. Эти призывы успешно подогревались и османами, и немецкими агентами. Номинально племена подчинялись Шаху и держали формальный нейтралитет к враждующим сторонам. Но на деле нейтралитет оказывался фиктивным. Каждый вождь являлся абсолютным властителем в собственных владениях, имел крупные вооруженные отряды и действовал по своему усмотрению. Аборигенам были ближе единоверцы-турки, чем пришедшие в их земли с оружием британцы и их союзники. Поэтому к русским они были настроены скорее враждебно, чем нейтрально. Никакой угрозы сотня казаков для них не представляла. У многих вождей насчитывалось по тысяче и более всадников, вооруженных английскими карабинами и турецкими саблями. Поэтому Уманской сотне и в первую очередь ее командиру надлежало проявить тонкости дипломатии и психологии, чтобы без стычек и столкновений пройти по уделам местных племен. Помимо этой опасности была и другая. В непосредственной близости проходила турецкая граница, и крупные отряды османов со своей стороны контролировали эти территории. При встрече с ними боевого столкновения было бы уже не избежать, а значит, пройти их необходимо было скрытно. Из воспоминаний Василия Даниловича Гамалея. Сотня выдвинулась в путь при поднятом настроении. Казаки шутили, предстоящий рейд их нисколько не тревожил. Задача Уманцам показалась несложной, даже пустяковой. Кто-то заметил, мол, выпал счастливый случай испробовать английской водки и угостить британцев своей. Мол, будет потом что рассказывать в станицах в родных. Но скоро шутки кончились. Первая же ночь в походе принесла сюрпризы. Гроза, дождь и резкий температурный перепад с плюс 28 градусов до 7. Наутро два казака заболели. Гамалея распорядился. Тех, кто слаб, могут вернуться в полк. Дальше болеть нельзя. Вернулись трое. Двое заболевших и один сопровождающий. 29 апреля англичанам аукнулась их несговорчивость. Обложенный в крепости Эль-Кут генерал Таунсенд выбросил белый флаг. В османский плен попали 13 654 британских солдат и офицеров, в их числе и сам Чарльз Таунсенд. Гамалея, естественно, не знал об этих событиях и вел свою сотню в заработе, в надежде на встречу с английскими войсками генерала Лейка. Именно с теми войсками, которые так и не смогли прорвать окружение Эль-Куты. Влиятельный член военного министерства Британии, бывший вице-король Индии лорд Кердзен, подводя итог к происшедшим событиям, писал. Я с сожалением вынужден сказать, что более шокирующей демонстрации правительственной некомпетенции и грубых ошибок мы не видели со времен Крымской войны. Но еще до сдачи Эль-Кута англичанами была предпринята последняя отчаянная попытка спасти войска Таунсенда дипломатическим путем. Для чего тайно привлекли для переговоров члена парламента капитана Обри Херберта и Томаса Эдварда Лоуренса, больше известного как Лоуренса Аравийского. Задачей им было поставлено вступить в переговоры с командующим турецкими войсками Халил Пашой и договориться с ним о выводе из Эль-Кута гарнизона Таунсена взамен щедрого вознаграждения. Эти переговоры состоялись, но не увенчались успехом. Более того, о попытке подкупа заговорили в печати, и западные газеты не поскупились на комплименты, именуя на своих страницах британцев нацией лавочников. Четвертый день пути, 30 апреля, начался с неприятностей. При спуске с горной вершины одна лошадь сорвалась в пропасть, другая пала от теплового удара и жажды. К тому же впервые офицеры заметили странное поведение проводника и заподозрили, что тот намеренно водит их кругами по безводным ущельям. Под угрозой расстрела Лур признался, что получил приказ завести казаков в западню, из которой бы они не выбрались. Гамалей объявил аборигену, что если тот не выведет их кратчайшей безопасной тропой к воде, то к концу дня будет повешен. После этого уже через час пути сотня оказалась на берегу горной речушки. Таким образом, Луры дали понять, что уманцев здесь никто не ждет, и вам ла, становище вали, соваться не следует. Уже хорошо знакомый с восточными обычаями Гамалей учел предупреждения и сменил курс. Сотня спустилась с хребта Чаардол и двинулась к Эмирабаду. Еще на подходе к Эмирабаду казаки заметили отряд быстро удаляющихся всадников. Как выяснилось позже, это бежали 150 немецких наемников, только завидев русских казаков. За сотней велась слежка, но вступить с ней в бой даже превосходящими силами пока никто не решался. 4 мая утром уманцы подошли к Зарбатии, но никакого британского разъезда так и не встретили. Гамалей отправил разведчиков в город, и те вернулись с неутешительными новостями. В Зарбатии турки, англичан нигде нет. Сотня Гамалей не знал то, что несколько днями ранее, а генерал Баратов получил донесение от английского генерала Лейка. В этом донесении говорилось, что турки-османы выбили отряд британцев из Зарбатии. А это означало, что британцы теперь уже не смогут выйти навстречу сотне и как-то чем-то ей помочь. Военачальник такого уровня, как генерал Лейк, не мог не понимать, что его донесение сильно запоздало. Сотня к тому времени уже пять дней была в походе, и связаться с ней было невозможно. Глядя на это донесение, становится понятно, что британцы как-то особо и не старались помочь Гамалию. Ведь в Зарбатии гарнизон турок составлял 40-50 человек, и выбить их оттуда не составило бы для британцев никакого труда. Не обнаружив англичану Зарбатии, сотни Гамалии развернул своих казаков обратно в горы к перевалу Чар-Дол, спустившись к Амлу, где находилась ставка враждебных луров, у которых, по словам самого Гамалия, даже женщины не уступали мужчинам своей кровожадности. Это был довольно рисковый шаг, но другого выхода у него не было. На утро Вали принял русских офицеров. Гамалий передал вождю письмо от генерала Баратова и заверил его в дружеских намерениях. Валий прочитал послание и сказал, что ответ даст позже, через секретаря. Но офицеры уже были знакомы с восточными обычаями и коварством. Пока иноверец в гостях, он находится в относительной безопасности, а за жилищем азиата он неверный. Поэтому, не объявляя лурам об уходе, Гамалий дал команду седлать коней и в середине дня неожиданно покинул лагерь, прихватив двух проводников. Как выяснилось позже, сотню преследовал большой конный отряд турок и луров, но вражеские разведчики их попросту просмотрели. Только на утро казаки вышли на равнину и устроили привал. По сути, Гамалий выполнил поставленную ему задачу. Добрался с казаками до Зарбатии. И не его вина, что британцы уступили город противнику. К тому же, в приказе ему предписывалось возвращаться обратно, если не удастся установить связь с англичанами. Но по воспоминаниям самого Гамалия, перед выступлением Баратов его отозвал в сторону и сказал, «Василий, ты пройдешь и выполнишь задачу полностью», после чего обнял и поцеловал. И Гамалий принимает решение идти на соединение с британцами через единственно возможный путь – безводную палящую пустыню Гелян, имеющую и другое название – Долина Смерти. Почти сразу поднялась жара. Тяжелые кони под всадниками утопали в горячем песке поверх копыт и обжигали ноги. Через два часа уже ни у кого не осталось воды. Сверху жарило солнце, снизу – песок, а между ними – на что-то надеющаяся сотня безумцев. К полудню жара стала нестерпимой, и у людей начались обмороки. Следом – другая беда. Проводники признались, что сбились с пути. Гамалий пообещал им страшные кары, но те и сами были чрезвычайно напуганы. Один за другим казаки падали в обморок. Шестнадцать человек получили тепловой удар. Гамалий сам уже был в предобморочном состоянии, но из последних сил держался в седле и распорядился уложить безжизненные тела поперек седел коней и продолжать путь. Но, как говорят в народе, беда не ходит одна – стали падать кони. Пять лошадей пали под всадниками, но ни воды, ни края этой пустыни не было видно. На всю обозримую округу – нескончаемая жаровня из солнца и жгучего песка. И тут новая напасть – миражи. Полуживые, изможденные люди шли к оазисам мерцающей воды, а те издевательски удалялись от них или исчезали вовсе. Что такое казак? Казак – это в основе свой войн. Он рождался, уже он знал, что он будет с шашкой, что он будет на коне, что он будет с винтовкой, как он будет стрелять. И он с детства выучили это. Кубанцы не знали природы такого явления. Им это было необъяснимо. Кто-то убежденно высказался, что этот дьявол измывается над ними перед гибелью. Многие принялись молиться и взывать к Богу о помощи. Теперь все понимали, что началась борьба за выживание и выйдет ли из нее хоть кто-то победителям – неизвестно. Но помощь вскоре пришла. Это был лагерь арабов-кочевников, облаченных в белые одежды. Они удивленно рассматривали необычных иностранцев, которые, как дети, радовались встрече с арабами. Они сообщили Гамалию, что пустыня окончилась и в непосредственной близости от лагеря, в трех часах пути, у города Алигарби располагаются позиции британских войск. Казаки подобрались к этим позициям уже за полночь. Высланная Гамалием разведка доложила, что впереди британцы. Казаки застали их врасплох. Беспечность союзников поражала, ведь так же незаметно к ним могли подобраться и турки. Казакам кричали «Гип-гип-ура!», обнимали, качали на руках. И это было искреннее восхищение. Несмотря на поздний час, сотни устроили достойный прием. Звучали тосты за русскую армию и Россию, за союз Британии с Россией, за отважного Гамалия, за стойкость и героизм кубанских казаков и много еще за что. Во время этого застолья русские офицеры не признали английские виски с содовой и попросили не портить горилку, не разбавлять крепкий напиток водой. Британцы удивились, но выполнили на их взгляд опрометчивое пожелание и наполнили стаканы союзников одним виски. И восторженно дивились, наблюдая, как казаки опустошали свои чарки до дна в один прием, будто это была вода. Дабы не ударить в грязь лицом, британцы тоже стали пить неразбавленный алкоголь, правда, по глотку и не торопясь. На утро в штаб пришла телеграмма. Офицеров русской сотни желают видеть командующий британскими войсками в Месопотамии генерал Лейк. Гамалий Перикоть и Ахмед Хан отправились на пароходе по Тигру в Басру, поручив сотню прапорщику Денисенко и прапорщику Луговскому. По прибытию русских офицеров генерал Лейк устроил в их честь торжественный обед. На другой день на общем построении Лейк поблагодарил казаков за блестяще выполненную задачу и от имени короля Англии наградил офицеров военными крестами. Еще пять английских военных медалей были пожалованы рядовым казакам. Вот как описала эту встречу королева пустыни, английская путешественница, археолог и разведчица Гертруда Белл. Именно ей принадлежат единственные сохранившиеся фотографии гамалиев в расположении английских войск. У нас в Бастре было три казацких офицера, которые переехали через горы в Алигари. Здесь они прекрасно провели время. Военный начальник их наградил. Мы устроили маленькое мероприятие в саду Грей Миккензи. Очень успешно и красиво. Они говорили только на русском и были одеты плотное казачье пальто и меховые шапки. А вот как описывает свои впечатления лейтенант-полковник сэр Арнольд Вильсен. Это был прекрасный подвиг, которому наша собственная кавалерия, к сожалению, никогда не показывала способностей. Но при этом верный духу английской пропаганды он тут же меняет свой тон, говоря противоположное. Где бы ни пребывали русские войска, после них мы находили местных жителей совершенно разоренными и озлобленными. Жители Ханакина, в частности, сильно пострадали от русских в 1916 и 1917 годах. Еще более несчастными были судьбы простых персидских деревень, разграбленных до основания. Их обитатели, оставшиеся без пахотного скота и вьючных животных, тысячами умирали от голода, несмотря на все наши усилия, которые мы прилагали. Не правда ли, как это похоже на антирусскую истерию в Сирии век спустя? От встречи с британцами у казаков остались интересные впечатления. Удивило презрение англичан к местному населению. Они не считали Абериденов за людей. Относились к ним подчеркнуто грубо, били по поводу и без. К примеру, если перси не вставал при появлении британца. На фоне требований Боратова не обижать местных жителей, уважать их традиции и религию, такое поведение союзников казалось дикостью. Русским людям в принципе чуждонадменное отношение к инородцам, и казаки не могли знать, что именно в Соединенном Королевстве родилась идея расового превосходства и даже получила там чисто британское научное обоснование. События, произошедшие в рейде, полностью опровергают так называемые воспоминания английского офицера об отношении местного населения к русским. В одном из курдских племен казаки встретили трех рабов перса. Случайно попавших в плен во время междоусобной войны Гамалий смог договориться со старейшинами и всех троих забрал с собой. Когда сотня пришла на британские разъезды, всех пленных отпустили домой к семье. Однако персы отказались возвращаться домой. Вернулись вместе с казаками на Кубань. Расселились здесь по станицам, крестились, женились и, в общем-то, полностью оказачились. Потомки одного из них, Гасана Маштабдулова, проживают сегодня в станице Убеженской нашего Успенского района. Русской сотне предстоял непростой обратный маршрут. Предупрежденный британскими офицерами Гамалий понимал, насколько опасным он будет. Ведь турки знали, где их ждать и наверняка устроили засады на горных тропах. Генерал Афишор пообещал Гамалию отправить с ним в поддержку три эскадрона кавалерии и батальон пехоты. Но никакой боевой поддержки от англичан казаки так и не получили и выдвинулись обратно ровно теми силами, какими и добрались до Алигорбе. Предполагая, что в ущелье сотню ждут, казаки обошли его восточник. В пути их нагнал уже знакомый секретарь Валии сопровождающим и предупредил, что турки заняли ущелье от Зарбатии к Эмирабаду и дальше идти нельзя, в том числе и по землям луров. Казаков они не пропустят, кругом засады. Гамалий прихватил обоих с собой и приставил к ним охрану. При встрече с вождем курдов выяснилось, что Валии дал приказ всем кочующим отрядам уничтожить русских казаков, мол, уже заготовленные оправдания перед шахом. Валий сообщил и миру, что отдельные племена ему не подчиняются. Гамалий решил не повторяться, изменить маршрут, сбить противников с толпом. Он выслал разъезд вперед на горный перевал, и казаки заняли господствующие высоты. Это был чрезвычайно опасный маневр. Казаки конным маршем двигались по гребням скалистых вершин, всецело полагаясь только на врожденную осторожность собственных коней. Споткнись или оступись он под всадником, и оба полетят в пропасть. В свое время в Альпах Суворов потерял таким образом немало своих воинов. Но смельчакам сопутствует удача. Все обошлось благополучно и в этот раз. Теперь при встрече с аборигенами казаки не церемонились. Разъезд летал в лагерь, окружал шатер ханов, после чего уходило сотня. Гамалий через переводчика сообщал, что они являются головным отрядом русского экспедиционного корпуса, и сопротивление бесполезно. После чего казаки закупали фураж, продовольствие, расплачиваясь полновесным русским золотом, а затем из числа приближенных хана брали несколько человек в качестве проводников до следующей кочевки. При этом строго предупреждали, в случае непредвиденных событий эти проводники будут признаны первыми. Это была довольно жестокая тактика, однако не стоит забывать, что казакам приходилось действовать в условиях воинственных и коварных кочевников. Амалий – это ярчайший представитель кубанского казачества именно ветви Запорожской. И по духу, и по культуре, и по воспитанию по-своему. Вот как он мог пройти. А это им свойственно было. 1 июня «Сотня» вышла к своим позициям. В этот день все вышедшие в свет английские газеты пестрели фотографиями русских казаков, совершивших невозможное. Британские корреспонденты восторженно писали о загадочной русской душе, о невероятном геройстве русских, в очередной раз показавших миру свою волю, стойкость и героизм. Высочайшим приказом императора Гамалий был удостоен Ордена Святого Георгия 4-й степени. Приказом командующего Кавказским фронтом офицеры «Сотни» Харунжи Перекотий, прапорщик Денисенко и прапорщик Луговской были награждены орденами Владимира с мечами и бантом, а все рядовые участники похода стали георгиевскими кавалерами. При выполнении данной задачи «Сотни» гамалей потерял во время всего перехода 19 лошадей и в то же время не потерял ни одного казака, сохранил полностью личный состав. Это о чем говорит? О том, что для кубанских казаков невыполнимых задач не бывает. Рейх «Сотни» гамаля имел важные политическое и военное значения, ибо спутал карты противников. Турки, так сказать, были в замешательство. Началась переброска войт одного участка фронта на другой, потому что опасались, что русские и английские войска соединятся в пределах Месопотамии, а это означало поражение. Тем самым ослабили натиск на английский фронт военных действий. Этим воспользовалась Англия, которая восстановила потери после пленения в значительной части и тем самым восстановила силы и твои позиции укрепила. Другое дело, что наши союзники, как всегда, ответили неблагодарностью. Но самое важное, Россия всегда выполняла свой союзнический долг, как выполнила и здесь. В отличие от России, Британия раз за разом пыталась самоустраниться от принятых на себя обязательств. Соединяющие Черное море со Средиземным проливы Босфор и Дарданеллы по окончанию войны, согласно союзнического договора, должны были отойти России. Но англичане решили этого не допускать. Прекрасно осознавая, что русские могут прорваться к Стамбулу через Босфор и тогда уже бесповоротно закрепят за собой проливы, британцы поспешили начать штурм Дарданелл, чтобы поставить Россию перед фактом. Мы захватили выход в Средиземное море и оставляем его под своей юрисдикцией. Тем временем, Россия успешно развивала наступление по всем своим фронтам. Она заметно упрочила свои геополитические позиции не только на Ближнем Востоке. 1916 год должен был стать переломным в войне. Кавказская армия под командованием генерала Юденича захватывает крепость Резерум, одну из крупнейших военных баз противников Азиатской Турции. На Черном море адмирал Колчак устанавливает полное господство русского императорского флота в этом регионе. На юго-западном фронте в Галиции командующий фронтом генерал Брусилов наносит сокрушительное поражение австрийским войскам, уничтожая более полутора миллионов солдат и офицеров противника и около миллиона взяв в плен. К исходу 1916 года становится очевидным, что война окончится полным разгромом Германии. Допустить такого не враг Германия, не временный союзник Англия не могли. И без помощи британцев, помогшим японцам русско-японскую войну, в канун русского до весеннего наступления случилась февральская революция. И наступление так и не состоялось. А большевистский переворот, устроенный на немецкие деньги, в октябре убрал Россию из войны. Российская империя рухнула. И, издержав победителей, оказалась в числе побежденных. Уинстон Чёрчилл сказал, Ни к одной стране судьба не была так жестока, как к России. Ее корабль пошел ко дну, когда гавань уже была видна. Она уже пережила бурю, когда все обрушилось на нее. Все жертвы были принесены, вся работа завершена. Отчаяние и измена овладели властью, когда задача была уже выполнена. Сам поход Гамалея и его подвиг, он ведь сродни с подвигом Варя. И они идентичны. То на море, то на суше. И не зря Николай наградил Георийским, они все Георийские. Пройти такой тяжелый поход, ни одного человека не потерять. Это действительно трудно себе представить, но тем не менее это сделали. То, что мы за времена советской власти это забыли, это чести нам не делает, никому не делает чести. Потому что это наш народ. Этот народ это сделал. Такого рода подвигом удивлялся и Наполеон, такого рода подвигом удивлялись и немцы. И это в крови казачьего народа. Гражданская война поделила русских людей на белых и красных. Многие блестящие офицеры пали в этом братоубийстве. Другие вынужденно покинули родину, как и герои нашей истории. Генерал Николай Николаевич Баратов с 1918 года служил в добровольческой армии Деникина. 13 сентября 1919 года в Тифлисе в результате покушения был тяжело ранен и лишился ноги. Организовал и возглавил Союз русских инвалидов в Париже. Скончался генерал в 1932 году в Париже и был похоронен на русском кладбище в Сен-Женевье-де-Буа. На многолюдных похоронах за гробом несли и русские награды, и британский орден Бани, и французский командорский крест Ордена Почетного Легиона, и высший персидский знак отличия Темсау от султана Ахмедшаха. Василий Данилович Гомолий С 1918 года находился в добровольческой армии Деникина. Командовал Кабардинским конным полком, затем родным Уманским, обеспечивал эвакуацию войск из Крыма, будучи в должности командира бригады. Раненым был эвакуирован в Константинополь, объездил весь мир в составе конного казачьего цирка генерала Шкуро, жил в Париже, после в США в Нью-Джерси. Василий Гомолий проживал здесь в Нью-Джерси с 1949 года. Он и его брат здесь похоронены на робофарме, на кладбище. Гомолий, который прославился, когда прошел Месопотамию, когда он прошел, соединился с англичанами, он получил большую награду. Награда была от английской короны. Рейд сотника Гомолия в Месопотамию в мае 1916 года. В 1956 году Гомолия поздравляли товарища с юбилейной датой, сорокалетием нашумевшего похода. А через полгода, 2 ноября, Василий Данилович скончался. В этот день погода была отвратительная. Пронзительный ветер, слякоть, дождь со снегом. Но церковь в Лейквуде на заупокойной литургии была переполнена. Проникновенно звучали слова прощания, вечная память, вечная память замечательному человеку, славному сыну кубанской земли, казаку станицы Переяславской Кавказского отдела, полковнику Василию Даниловичу Гомолию. И только сейчас мы возвращаем эти имена историю. Мы в нем вспоминаем, говорим и восторгаемся. А ведь в годы Первой мировой войны ими гордилась и Кубанин вся Россия. Это казачья слава, это казачья гордость, это жизнь и подвиг кубанских казаков, которые Родину любили и верно ей служили, проявляли чудеса героизма. Это нельзя забывать. Врагу не сдается наш гордый варяг. Мы все помним слова этой песни и подвиг легендарного крейсера, экипаж которого в полном составе был награжден Георгиевскими крестами. Удивительно, но поставленный с ним в один ряд поход первой Георгиевской Уманской сотни несправедливо забыт. Пришло время вспомнить имена героев. Испытка кочек, из-под клей летит на корабль Гею ман цена куней и гайда за славой Гею ман цена куней и гайда за славой мать нехмур седую в рот провожая сила ты ж не плачь не плачь за мной властивка девчина ты ж не плачь не плачь за мной властивка девчина от и скрылась за Бугрой Уман ска станиця мы ж тебе не посрамы Бога малых обидца мы ж тебе не посрамы Бога малых обидца ты судьбе не не перей заливая слезы всем придется в землю лечь рано или поздно всем придется в землю лечь рано или поздно знай что смерть свое же возьмет и не право роде а кому не выпал срок и в бою же не тронет а кому не выпал срок и в бою же не тронет эй забыть моя ж рука все знают про 300 спартанцев а теперь нужно знать просто казаков нужен фильм господа нужен замечательный фильм который покажет всю замечательную историю и уникальную историю казаков и этот изумеченный период истории звук а а а а а а а а а Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон.